Редьярд Киплинг, Рикки Тикитави. Рикки Тикитави. С дыхом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол. А когда он несся через высокую траву, его боевой клич был Рикки Тикитики Тикитачк. Однажды в середине лета ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своими отцом и матерью и унес барахтающегося и цокающего зверяка в придорожную канаву. Рикки Тикитачк увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил «Вот мертвый мангус, устроим ему похороны?» «Нет», — ответила мать мальчика. «Унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив?» Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял Рикки Тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки Тикки завернули в вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. «Теперь», — сказал высокий человек, — «это был англичанин, который только что поселился в бунгало. Не пугайте его и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего в мире испугать мангуса, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангусов — «Беги и узнай». А Рикки Тикки был истинным мангусом. Он посмотрел на вату, решил, что она не годится для еды, оббежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. «Не бойся, Тедди», — сказал мальчику отец. «Так он знакомится с тобой». «Ой, щекотно! Он забрался под подбородок!» Рикки Тикки заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец сполз на пол, сел и почесал себе нос. «Боже, милостивый!» — сказала мать Тедди. «И это дикое создание? Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Все мангусы такие», — ответил ей муж. «Если Тедди не станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дома, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь». Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно понравилось Рикке Тике. Поев, мангус выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И почувствовал себя лучше. «В этом доме я скоро узнаю гораздо больше», — сказал он себе, «чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю». Он целый день бегал по дому, чуть не утонул в ванной, засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его, а конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангус забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикке Тике влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. Рикке Тике не спал. Он сидел на подушке. «Это мне не нравится», — сказала мать мальчика. «Он может укусить Тедди». «Мангус не сделает ничего подобного», — возразил ее муж. Близ этого маленького зверяка Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если бы в детскую теперь заползла змея, но мать Тедди не захотела думать о таких ужасных вещах. Рано утром Рикке Тике явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече у Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хорошо воспитанный мангус надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать Рикке Тике, она жила в Сиговле, старательно объяснила ему, как он может поступать при встрече с белыми. После завтрака Рикке Тике вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад с кустами роз Марышаль-Миель, такой высоты, какой они достигают только в оранжереях, с лимонными и апельсиновыми деревьями, с зарослями бамбука и чащими густой высокой травы. Рикке Тике облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты!» сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям. И, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось. Птицы сидели на его краю и плакали. «В чем дело?» спросил Рикке Тике. «Мы очень несчастны», сказал Дарси. «Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и Нак съел его». «М-м-м», сказал Рикке Тике. «Это очень печально, но я здесь недавно». «Кто такой Нак?» Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение. Ужасный холодный звук, который заставил Рикке Тике отскочить на два фута назад. И вот из травы, дюйм за дюймом, показалась голова, а потом и раздутая шея Нага, большой черной кобры, имевшей пять футов длины от языка до хвоста. Когда Нак поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колебимый ветром куста дуванчиков, и посмотрел на Рикке Тике злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения. О чем бы ни думала змея? «Кто Нак?» Сказал он. «Я Нак». Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. «Смотри и бойся!» Нак еще больше раздул свою шею, и Рикке Тике увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минуту он испугался, но мангус не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикке Тике никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых, и он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуса — сражаться со змеями и поедать их. Нак тоже знал это, и в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», — сказал Рикке Тике, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знаки или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда». Нак думал. В то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикке Тике. Он знал, что раз в саду поселятся мангусы, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и смерть его семьи, и ему хотелось заставить Рикке Тике успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим», — сказал Нак. «Ты же ешь яйца. Почему бы мне не есть птиц?» «Позади тебя! Оглянись!» — пропел Дарси. Рикке Тике не хотел тратить время, несмотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены, злой жены Нага. Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал Даром, Рикке Тике услышал злобное шипение. Он опустился на лапки почти поперек спины Нагена, и будь Рикке Тике старым мангусом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину, но он боялся страшного поворота головы кобры. Конечно, Рикке кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго, и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненную и рассерженную Нагену. «Злой, злой Дарси», — сказал Наг, поднимаясь насколько мог по направлению к гнезду на кусте терновника. Но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей, и только слегка покачивалось. Глаза Рикке Тике покраснели, и к ним привела кровь. Когда глаза мангуса краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост, и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Наг и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикке Тике не стал отыскивать кобр. Он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому мангус пробежал на усыпанную дорожку возле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангус прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангус одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног. Удары змеи состязаются с прыжками мангуса, а так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверякам можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рикки Тики знал, что он молодой мангус, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки Тики был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал «Осторожнее! Я! Смерть!» Это была Карет, коричневая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры, но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и поэтому она приносит людям особенно много вреда. Глаза Рикки Тики снова покраснели, и он подскочил к Карет тем особенным покачивающимся движением, которое он наследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом, а когда дело идет о змеях, это великое преимущество. Рикки Тики не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с Нагом, ведь Карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки Тики не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить Карет. Карет кинулась. Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее, но маленькая злобная пыльно-серая голова промелькнула близ самого его плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи, ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал, «О, смотрите, наш мангус убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, Карет слишком вытянулась. Рикки Тики сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове, потом отскочил в сторону. Его укус парализовал Карет. Рикки Тики уже собирался приняться есть змею, по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангус неповоротлив, и что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую Карет. «Зачем?» – подумал Рикки Тики. «Я же покончил с ней!» Мать Тедди подняла мангуса из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангус их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми, испуганными глазами. Эта суета забавляла Рикки Тики, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Тедди за то, что он играл в пыли, но Рикки Тики было весело. В этот вечер за обедом мангус расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза всласть и наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о Наге и Нагене. И хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему очень нравилось сидеть на плече самого Тедди, время от времени его глазки вспыхивали красным огнем, и раздавался его продолжительный боевой крик «Рикки Тики Тики Тикиточка!» Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки Тики был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика, но едва Тедди заснул, мангуст соскочил на пол, отправился осматривать дом и в темноте натолкнулся на Чучундру, мускусную крысу, которая крылась по стене. Чучундра – маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хныкает и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это. «Не убивай меня!» – чуть не плача попросила Чучундра. «Не убивай меня!» – «Рикки Тики!» «Разве ты думаешь, что победитель змеи убивает мускусных крыс?» – длительно сказал Рикки Тики. «Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями!» – еще печальней произнесла Чучундра. «И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Нак не примет меня за тебя?» «Этого нечего бояться!» – сказал Рикки Тики. «Кроме того, Нак в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда!» «Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне!» – начала Чучундра и замолчала. «Что сказала?» «Тссс!» «Нак повсюду, Рикки Тики!» «Тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа!» «Я не говорил с ней, значит, ты должна сказать мне все!» «Скорее, Чучундра, не то я тебя укушу!» Чучундра села и заплакала, слезы покатились по ее усам. «Я несчастна!» – прородала она. «У меня нет мужества выбежать на середину комнаты!» «Тссс!» «Я не должна ничего тебе говорить!» «Разве ты сам не слышишь, Рикки Тики?» Рикки Тики прислушался. В доме было тихо-тихо, однако ему казалось, что он может уловить невероятно слабый скрип-скрип. Звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Нак или Нагена?» – мысленно сказал себе Рикки Тики. И змея ползет в сточный желоб в ванной комнаты. «Ты права, Чучундра. Мне следовало поговорить с крысой Чуа». Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, гладкой от штукатуренной стене, внизу был вынут кирпич для стока воды. И когда Рикки Тики крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной снаружи Нак и Нагена шепчутся при свете месяца. «Когда дом опустеет, – сказала мужу Нагена, – ему придется уйти. И тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рикки Тики». «А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей? – спросил Наг. «Всего достигнем. Разве в саду были мангусы, когда никто не жил в бунгало? Пока дом пуст, мы в саду король и королева, и помни, едва на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор». «Я не подумал об этом, – сказал Наг. Я вползу, но нам незачем преследовать Рикки Тики. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь». Бунгало опустеет, и Рикки Тики уйдет сам. Рикки Тики весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из желоба показалась голова Нага, а потом и пять футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки Тики, но, видав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят. «Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» подумал Рикки Тики-Тави. Наг развивался в разные стороны. Скоро Мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну. «Вот что», — сказал Наг. «Большой человек убил карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке». Снаружи не послышалось ответа, и Рикки Тики понял, что Нагена упал вла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки Тики сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус медленно, напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал. И, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, подумал Рикки, он будет биться. А борьба с Нагом... О, Рикки!» Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру подле хвоста, он только привел бы ее в бешенство. «Лучше всего вцепиться в голову», мысленно сказал он себе наконец. «В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их». Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, Мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу. Таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им, но глаза Мангуса горели красным огнем. И он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка – все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага, выше расширения шеи кобры. Рикки Тики не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили, но змеиная голова не двигалась. И, подняв зверька, англичанин сказал, «Это опять мангус, Элис! Малыш спас теперь наши жизни!» Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки Тики проковылял в спальню Тедди, и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в сорока местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но он был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагиной, хотя она будет опаснее пяти Нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. «Да, да, я должен поговорить с Дарси», сказал себе мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки Тики побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» сердито сказал Рикки Тики. «Время ли теперь петь?» «Наг умер, умер, умер!» пел Дарси. Храбрый Рикки Тики схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на две части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов!» «Все это верно, но где Нагена?» внимательно осматриваясь, спросил Рикки Тики. «Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнате и позвала Нага», продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки!» «Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу!» «Воспоем же великого красноглазого Рикки Тики!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы я только мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», сказал Рикки Тики. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность, но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси!» «Ради великого, ради прекрасного Рикки Тики я замолчу», сказал Дарси. «Что тебе угодно?» «О, победитель страшного Нага!» «Где Нагена?» «В третий раз спрашиваю тебя». «На мусорной груди подле конюшни?» «Она оплакивает Нага!» «Великий Рикки Тики с белыми зубами!» «Брось ты мои белые зубы!» «Слышал ли ты, где ее яйца?» «На ближайшем к ограде, конце дынной гряды, там, куда почти целый день светит солнце». Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте. «А ты не подумал сказать мне о них?» «Так, значит, подле стены?» «Но ты же не съешь ее яйца, Рикки Тики!» «Не могу сказать, чтобы я собирался именно есть их. Нет, Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной гряде, но если я побегу туда теперь, она заметит меня». Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети Нагены рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. Итак, она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной под лекучей мусора, крича, «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил меня камнем и перебил его!» И она запорхала еще отчаяния прежнего. Нагена подняла голову и прошипела, «Ты предупредила Рикки-Тикки, когда я могла убить его! Поистине ты выбрала дурное место ковылять!» И скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси. «Мальчик камнем перебил мое крыло!» выкрикнула птица Дарси. «Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора, а раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. «Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю! Дурочка, посмотри на меня!» Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Ноге наползла быстрее. Рикки Тики услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни и помчался к ближайшему от ограды к концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук, размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой, кожистой оболочкой, а не в скорлупе. Я не пришел раньше времени, подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли хоть одного яйца. Вот осталось только три, и Рикки Тики стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси. Рикки Тики, я увела Нагену к дому, она вползла на веранду. О, скорее, она хочет убивать! Рикки Тики раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третьи в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать, но Рикки Тики сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена, и ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню. «Сын большого человека, убившего Нага», шепела она, «не двигайся! Я еще не готова! Погоди немножко! Не двигайтесь все, вы трое! Если вы пошевелитесь, я укушу! Если вы не пошевелитесь, я тоже укушу!» «О, глупые люди, которые убили моего Нага!» Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать. «Сиди неподвижно, Тедди, ты не должен шевелиться!» «Тедди, не шевелись!» Рикки Тики поднялся на веранду. «Повернись, Нагена! Повернись и начни бой!» «Все в свое время!» ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. «Я скоро сведу мои счеты с тобой! Смотри на своих друзей, Рикки Тики! Они не двигаются, они совсем белые, они боятся!» «Пошевелиться люди не смеют, и если ты сделаешь еще один шаг, я укушу!» «Посмотри на твои яйца!» сказал Рикки Тики. «Там, на дынной гряде, подле ограды! Проползи туда и взгляни на них, на Гена!» Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде. «Ах! Отдай мне его!» сказала она. Рикки Тики положил яйцо между передними лапами, его глаза были красны, как кровь. «Сколько дают за змеиное яйцо?» «За молодую кобру?» «За молодую королевскую кобру?» «За последнюю, за самую последнюю из всего выводка!» «Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных!» Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца, и Рикки Тики увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в полной безопасности и вне досягаемости Нагены. «Обманута! Обманута! Обманута!» «Рикки-точка-точка!» засмеялся Рикки Тики. «Мальчик спасен! И это я! Я! Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И Мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. Наг кидал меня во все стороны, но не смог встряхнуть с себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это! Рикки-тики-точка-точка! «Иди же, Нагена! Скорее дерись со мной! Недолго ты будешь вдовой!» Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками Мангуса. «Отдай мне яйцо, Рикки-тики! Отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду отсюда и никогда не вернусь!» сказала она, и ее шея сузилась. «Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора к Нагу! Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем! Дерись!» Глазки Рикки-тики походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом на Гена, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тики подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец, Рикки-тики стал прыгая описывать круги в надежде очутиться позади змеи. И Нагена извивалась, стараясь держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыла яйце. Оно все еще лежало на веранде. И Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот, в ту секунду, когда Рикки-тики приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды, и как стрела полетела по дорожке. Рикки-тики помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающий на шее лошади. Рикки-тики знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется с изного. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника. Имчась вслед за нею, Рикки-тики услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они могли бы заставить ее повернуться, но теперь Нагена только сузила шею Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе. И когда кобра опустилась в нору, составляющую их жилище с Нагом, его белые зубки схватили ее за хвост. И он вместе с ней спустился под землю, хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змею в ее дом. В норе было темно, и Рикки-тики не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил. Для Рикки-тики все кончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-тики умер. Конечно, Нагена убила его под землей. И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленной данной минутой. Но как раз, когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась и показался весь покрытый грязью Рикки-тики. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки-тики стряхнул со своей шорстки часть пыли и чихнул. Все кончено, сказал он. Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечания, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли он сказал. Рикки-тики свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня, в этот день мангус хорошо поработал. Теперь, проснувшись, проговорил зверек, я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице-меднику, он же по всему саду разгласит о смерти Ногены. Медник, птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает весть и всем желающим слушать. Когда Рикки-тики двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий внимание и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось Динг-донг-ток! Нак умер! Донг! Ногена умерла! Динг-донг-ток! И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Нак и Ногена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди, она все еще была бледна, так как только оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над бангустом. Вечером он ел все, что ему давали, пока он мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», сказала она своему мужу. «Только подумай, он всех нас избавил от смерти». Рикки Тикки внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном. «О, это вы», сказал он. «Чего вы хлопочете? Все кобры убиты. А если бы и не так, я здесь». Рикки Тикки мог гордиться, однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусу, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой. Редактор субтитров А.Семкин